Омская мэрия определилась, где в этом году будет проводиться ямочный ремонт. В списке более 300 улиц. Как пояснили чиновники, в него включили участки, на которые особенно жаловались горожане. Работы предстоит много, и это несмотря на прошлогодний масштабный дорожный ремонт. Мы решили сравнить, как и в каких объемах восстанавливают дороги в других городах Сибири. Юлия Боброва продолжит. В Новосибирске так называемый ямочный ремонт в этом году будет глобальным. Заплатки появятся практически на всех улицах города. Это около двух сотен магистралей, примерно 60 тысяч квадратных метров. Если в 2016 году на восстановление дорог ушло 78 миллионов рублей, то в этом году потратят 51. Чиновники пояснили, что разрушения не критичны по сравнению с прошлой весной. Привести дороги в порядок обещают к 9 мая. Кузбасские дорожники тоже планируют закончить аварийный ремонт к майским праздникам. Потом начнутся полноценные работы. Их завершат ко дню города. Кемерову исполнится 99 лет. В планах привести в порядок 45 тысяч квадратных метров дорожного полотна за 30 миллионов рублей. К восстановлению улиц к Мировчане приступили еще в начале марта. Работают в основном ночью, когда нет транспорта. В качестве основного материала дорожники используют литой асфальтобетон. В Томске объем ямочного ремонта небольшой по сравнению с другими городами. Всего 1300 квадратных метров. И обойдется их восстановление в 3 миллиона 200 тысяч рублей. Впрочем, латать будут только выбоины на аварийно-опасных участках. А вот плановый ремонт пройдет позже. На это заложено уже 40 миллионов рублей. Но где будут проходить работы, пока не ясно. Дорожникам еще нужно обследовать улицы. И, пожалуй, самые внушительные работы по ямочному ремонту запланировали в Омске. 300 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Потратят на это 107 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году на заплатки выделяли 73 миллиона. В первую очередь будут восстанавливать участки на улицах с интенсивным движением. Ну а примерно через полтора месяца долгожданный большой ремонт на 32 магистралях. На эти цели уже выделен миллиард рублей.